то есть в каком человеке два начала мужскую мужской женская женское начало это причинение мужское это господство когда женщина мужчине не уходит в причинение женщина она не я сейчас расскажу что делать надо ниже они же дураки не знают это я умные они дураки у меня начальник мудак дурак и на развитые вот эта женщина женское начало не уравновешивая вообще не умение подчиняться не умение эмоцию перерабатывать с пониманием что мне сейчас туда нужно для того чтобы со временем женщине превалирует мужское начало мужика она терпеть не может ну папа уснул терпеть не может ненавидит не доверяет ненавидит как только доходит начинает сразу дай мне пару дураки куда я мужик как проявляется скрытая что делать принимать чего принимать кого принимать сел когда ты понимаешь что без подчинения нет господства без господства нет подчинения что это такое без мужчины нет женщины женщины нет без мужчины и мужчины нет без женщины но у каждого своя задача так не было бы зимы ты бы ни нас такой лета не было бы дождя ты бы ни нас такой солнце противоположность одна всегда является основой а вторая тяги спознания они схлопываются тогда когда человек объединяет это с ними он становится целым ему легко и подчиняться и руководить да это очень важно это первый закон это первый закон вы единственные борьбы а второй закон какой отрицание отрицания то есть их три а третье а третье какое я не буду подавление себя Богу что что подавление себя Богу то бишь осознание истины Творца состояние мирознания и умение подавление то бишь отворить это создавать то есть условно говоря Бог через каждого человека это делает делает хорошее на земле правильно третий основной закон который человек должен научиться когда осознанность невысокая два первых прошел научиться получать а два первых пошел если два первых прошел то к третьему переходишь а как то есть первый закон если борьба по возможности второй отрицает отрицает и третье так вот основной закон Бога третий к нему можно прийти когда уже Бог умеет радоваться через нас чужой радости человек не может научиться что-то делает нет результата получает радость а делая к другому получает радость потому что ему больше так чувствую меня с ног на полгодика так берем а правда а как и считаете материальный мир иллюзия или или нет я с недавнего времени у меня возникла мысль что материального мира не существует а потому что а потому что а потому что количество потому что весь мир состоит из энергии и количество вселенной количество материи и антиматерии одинаково как добра его как свет и тьмы как женщины мужчины как зимы как зимы все то есть духовный мир это мысли не будет духовного мира созданного мира реальности и не увидишь ничего материального созданного то есть первичное 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 мысли чувства мысли чувства а все остальное все все волшебники на самом деле как только осознают все таковы только перестают привязываться что я тут сейчас докажу я сейчас на вас обижусь я вам сейчас расскажу я вам сейчас еще тут ну давайте залипаем вот как человек залип вот он тут будет ходить головой руки и доказывать кому-то какое-то хорошее затеяние автоматической власти значит все власти собираются прыжка прыгают то есть высокий уровень развития человека развития человеческих мыслей это понимание единственной борьбы противоположностей отрицания и что нужно понять человеку как должен человек вообще правильное понимание закона единственной единственной борьбы не было условно без минуса не бывает плюсом даже зимы не будет лето если будет вечное лето жизнь не хватит она будет другой формы разнообразие формы имеет под собой разные условия и чтобы разнообразие было везде должны соблюдаться разные условия и человек часть не царь а сначала были декорации условно сначала создалось все вот это то что мы видим а потом только человек и вот основная задача человека научиться не вызывая сопротивления с этим взаимодействовать значит чистота его души и помыслов должна быть точно такая как природа а природа она отдающая безусловно отдающая тебе же солнце не требует денег ты же регламентируешь сам оно просто светит да дождь идет нет же такого что сегодня надо на 5 капель меньше а дата на 5 капель больше он просто идет называется изобью вот природа и бог он отдает все что может а человек скотина не может ну все маны 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 вот как только человек осознает это все и начинает отдавать безвозмездно он уподобляется творцу и идет его дорога а от чего отдавать она должен человек умение обучение свое делиться себе подобное то есть а не понял а причем смысл причем здесь отдавать и и и единство это то что мы люди человеки существуем в одной системе с той противоположностью тем миром той природы мирозданием как угодно называем мы часть его а мы говорим не я царь природа говорит хорошо точно царь я так ну-ка поехали не поняли это тектонические там т.д. т.м. т.т.т. опять собирается группа людей опять да мы да цари да мы сейчас тут подроем зароем реки переведем тут переведем природа опять говорит не зря же есть в библии семь тучных лет и семь как семь коров ему приснилось тучных и семь доклад это в библии это в библии это в библии написано авраам проснулся говорит так понятно семь лет природа нам дает цикл семь лет а потом семь лет значит нам нужно за семь лет тучных собрать амбары наложить наложить подложить чтобы семь любое твое усилие несогласие с ситуацией вызывает состояние сопротивления чем больше ты усилий прилагаешь они основаны на отрицании тем больше ситуация тебе будет ставить на место закон значит вся твоя жизнь все твои замыслы мысли понимания действия должны быть созвучны то есть ситуации в которой ты находишься созвучны понимаешь уметь нужно взаимодействовать это как вы не Продолжение следует...